ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С помощью программы из данного мероприятия перейти к практической части, то есть к стрельбе. Практические занятия по стрельбе, по тактической подготовке начнут старший преподаватель высшей школы контрразведки подполковник Горниенко Юрий Олегович и президент Ассоциации телохранителей города Иркутска, член-корреспондент Академии безопасности Оспичев Сергей Васильевич. Горниенко Юрий Олегович, уважаемые коллеги, говоря о данном направлении огневого подготовки. Прежде всего мы остановимся на вопросах, которые связаны с скоростным применением, приведением оружия в боевую готовность, это с использованием оружия на коротких дистанциях, что подтверждает практикой, что в наличии на сегодняшний день у нас имеет достаточно серьезную проблему. А также это непосредственно работа с оружием, то есть приведение огневого контакта, перемещаясь, уходя от противника и двигаясь, как говорится, туда, куда нам необходимо. Поэтому, что хотелось бы отметить, что на первой части нашего занятия Сергей Васильевич сейчас представит вам отдельные элементы, базовые элементы, которые связаны с обращением с оружием. Это есть элементы, которые помогут вам работать по перезаряжению оружия, помогут вам приведению оружия в бою. А во второй части занятия непосредственно мы коснемся вопросов, связанных с перемещением с оружием и работа в движении на коротких дистанциях, приведение огневого контакта. Вот это вкратце станет небольшая такая программа, которую мы планируем показать. И вот Алексей Алексеевич, есть еще что-то добавить? Слово Алексея Алексеевича Кадышникова. Добавить программу, в которой сказано, что по технике безопасности и ответственности применения оружия, его использования и где и как оно применяется. Это будет по ходу, в разговоре и с вами конкретно будем разговаривать и с вами согласовывать, так как программа очень большая и следует с вами, насколько вы будете понимать, и чтобы больше была отдача с нашей стороны. И в вашем приеме нужно ориентироваться. То есть, когда мы смотрим в тире, это одно, когда непосредственно в той обстановке, то есть в ситуации, то меняется все наоборот, или не понять откуда, что делается и как применять. Как заряжать, перезаряжать и использовать. Вот эти вопросы, начиная с того, что вы уже знаете уголовный кодекс, прокурорский надзор. Патроны это одно, когда патронов нет, это другое. И третье, каким образом в собою не вносить какую-то неприятную, ненормальную обстановку. То есть, чтобы реабилитация была сама по себе в вашей подготовке. Вот теперь я предоставляю слово, Серёжу, и о использовании, и как всё это делается с самого начала, то есть основы. Сейчас мне нужен оппонент один, кто у нас есть, кратчайшие пути оружия, где самый кратчайший путь, чтобы оружие взять, и скоростное приведение к бою. Это только начало, информации очень много, да, то есть чтобы всё зачитать, это только на 4 часа, рассказывать то, что мы будем рассказывать, это очень много, скажу. Поэтому сейчас вот мы, вас как зовут? Андрей, очень приятно. Мы сейчас с вами маленько поработаем, да, оружием таком, на доставании, всё, потом вот потихонечку все вопросы, которые у нас возникают при этом, да, мы их поднимем. Сейчас я возьму два пистолета, а вы так встаньте полуторную. По мере возможности, каждый вышел и попробовал. Пока без кабуры работаем. Да. Начальный этап работы без кабуры, чтобы понять лучший принцип. Значит, так, внимание, товарищи, я сказал вам, что мы будем разговаривать четверо или шесть человек, вот когда вдвоём. Вот один ведёт, а мы подключаемся. Да, да, это потом походу вопрос. Сейчас вопрос. Сделайте ещё раз, что вы делали с пистолетом. Ещё раз, точно так же сделайте. Вот так. Вот этот товарищи, видите, глаза опустил, и последний твой вот этот шаг был, когда ты получил пулю. Он проверил. Я вас не спрашиваю, а говорю, где была та ошибка в результате которой, это будет последний его вздох. Поэтому мы останавливаем тот момент, когда это был. Да, сейчас поднимем принципы доставания из разных положений, да, и скоростное проявление будет. По закону, по закону, пистолет должен быть в кабуре и стоять на предохранителе. У сотрудников он на ренчике. И не только у сотрудников, и у людей, которые занимаются частной охраной. Правильно? Если по закону придёт человек с разрешенной системой, он должен проверить наличие ренчика, ну и всего остального. Значит, сейчас ваша задача на полной скорости, можете пока скорость полную не давать, достаете оружие и направляете на меня, или сразу стреляете. Вот примерно такой вариант. Потому что существует несколько вариантов для средств подразделений и, как бы, для... Естественно. Оружие к бою приводится, но оно по закону стоит у нас. То есть находится в кабуре и стоит на предохранителе. Сами работайте на полной скорости. На полной скорости. На полной скорости. И чем... Оружие, видите, у меня как здесь. Посмотрите. Я вот чем глубже туда упихиваю, я же не буду так ходить. Правильно? Пока условно... Ну, поглубже вот туда, как вот у меня. Сильно глубоко. Все. Работаем. Какие вот сейчас вот такие вот характерные ошибки на доставание у нас? Это без разницы. То есть я тоже с кабурой хожу. Как я кабурсы еще тут, я их все уже обкатал. Значит, сейчас. Еще раз полную скорость. Дайте, пожалуйста. А вы где обучение походите? Понял. Секунду, внимание. Давайте посмотрим. То есть оружие от тела вообще не убирается, когда к бою приводится. Посмотрите. Почему? Это самый кричайший путь. Если мы рванем затвор, вот посмотрите со стороны, у нас получится клевок оружия. Правильно? Значит, что я обрабатываю затвор и также у меня получается пара сил. Смотрите. Одна сила туда идет, другая сюда. Видите? То есть у меня совокупность еще вот этого и вот этого получается. Оно дает скорость. Смотрите. Все. Ваша задача. Вы начинаете первую, сам не стреляете. Понятно. Из такого положения вы не попадете. То есть за вот эту... Отсюда попадете, да. Но существует как бы некоторое правило, понимаете, что выстрел-то должен быть контролируемым. И вот за эту секунду, которая в него ходит, на доставание, там, секунда-полтора, я должен что сделать? Привести оружие к бою, сместиться с линией, понимаете, и сделать контролируемый выстрел. Не такое вот такое. Понимаете? По команде огонь. Огонь. Вперёд, Олегович, команду не забывай. Огонь. Теперь давайте снимем из предохранителя и нажмем на спуск. Да, сейчас это я покажу все. Мы сейчас тут некоторых вопросов коснемся. Каждый, кто немножко выйдет, поработает с нами. Снимите из предохранителя, щелкните вниз. Все отлично. Сейчас работаем с самовзводом. У нас моменты какие? Это когда пистолет в кобуре и стоит на предохранителе. Патрон в патроннике, но пистолет на предохранителе не стоит. И вы начинаете первой. Да, движение свое, начинайте. Все, понятно. Посмотрите. У вас получается вот такое движение. Вот отсюда. А в основе скоростной стрельбы лежит указательный рефлекс. То есть это то движение, которое мы делаем очень часто в течение дня. Раз, показал. Если у меня руки здесь были, я туда помогал. Вот посмотрите, как работает. У меня оружие берет не только рука, а еще и корпус. Вот, смотрите. Видите, на волне как бы. И я оружие никогда не провожу вот отсюда. Смотрите. В этот момент она куда смотрела? А посмотрите. Куда я его провожу? Сразу в цель. Пожалуйста. Когда мы достаем оружие, то есть где находится оружие, где идет именно досыл патрона по тропе, где мы выносим руку, по какой геометрии, по какой траектории у нас рука двигается. Вот здесь убрав там и там, и там временные, как бы говоря, параметры, то есть вот эти вот доли лишние, мы как раз выходим на ту скорость, которая нам необходима. Не надо никому объяснять здесь, что если вы на долю секунды опередили противника, то вы уже вывезли. То есть это ваша жизнь. Поэтому здесь как раз идет, как бы говоря, оптимизация процессов, процессов двигательного навыка под контролем непосредственно самого стрелка. Васильич. И тут же сразу надо давать поправки. Сейчас. Вот это одно из положений. Сейчас давайте смодулируем ситуацию, что оружие у меня в какой-то буре? Оперативный. Да. То есть пиротина кобура вообще служит для перевозки оружия. Куда-то поехал, раз, у этого подцепилось все. Во-первых, давайте туда перекладывайте. То есть вот эти принципы, они потом переносятся на реальную... У кого какая кобура? Давайте вы начнете, а я посмотрю потом. Ничего не мешает? Не, надо пользоваться всеми вариантами, да. Вход до скрытого. Начинайте. Посмотрите, какая у вас получилась дуга. То есть, вот давайте вот это расстояние, вот здесь мы потеряем 30-35 долей. Посмотрите. И тем более, в этот момент, при сближении дистанции, может произойти отбор оружия противникам. Если это все происходит, он просто кинется, и пока вы выводите его, у вас его просто сбьют. Посмотрите. Чтобы этого не произошло, как я работаю? Видите? То есть, если я как бы его качу по... Поградишь. И да. Тогда у меня нет возможности. И даже если этот момент у меня ударят, оружие останется у меня. Если даже упаду, я буду пользоваться оружием. По команде огонь. Такой. Хорошо. Сейчас, для того, чтобы как бы... Есть только понятие хвата оружия. Чтобы он лучше разрабатывался, вы попробуйте пистолет воткнуть рукояткой от себя. И сейчас на полной скорости берете, попробуйте. Взяли. Видите? Достаточно неудобно. Почему? Потому что вы работаете одной рукой. А я работаю. То есть, у вас как бы... Предохранитель снимается. Предохранитель снимается только вот этим пальцем. Будьте внимательны. Но. А если человек левша, вы либо рукой работаете? Почему? Руки должны быть уравнешены. То есть, что так я должен работать? Что так? Значит, сейчас еще раз работаем вот это положение. Посмотрите. За счет чего получается? Я раз. И я уже пошел. Вы далеко отделяете пистолет от тела. И тем самым, как бы у вас заминка при приведении к бою получается. Сейчас я работаю без приведения к бою. Патрон уже патронники есть. Посмотрите, я как работаю. И раз. То есть, мне помогает вот именно таз. Всегда. А у вас здесь все происходит. Это уже поздно. Хорошо. Сейчас. Можно еще к вашему? В общем, пока отдохните. Вот это самый короткий путь оружия. Почему? Самый кратчайший путь. Вот он. Вот он. Видите? Очень короткий путь оружия. Правильно? Но мы должны работать из всех положений. Если человек садится в машину, ему неудобно вот здесь. Правильно? Он начинает оружие поддавливать. Значит, мы его переносим вот сюда. Правильно? У человека, кто занимается личной охраной, две-три кабуры быть должны обязательно. То есть, одна оперативная. Когда в машину садись, вот у меня есть вот такое положение. А в машину садись, у меня вообще ничего не мешает. Какое положение? Вы уже убираете. Давайте так. Разок вы первые начинаете. Сейчас я маленько подсогреюсь еще. Сами. Резко достаете оружие, приводите к бою. Стоп. Пистолетом макарный и так ствол короткий. Вы укоротили. Вот это и есть направляющие. Понимаете? Потом вы сели в мертвую точку. При этом слегка скакнули из трех метров. Можете не попасть из-за этого. Понимаете? То есть, ваша конструкция вся встряхнулась. Видите, куда оружие пошло? Давайте так. Вот приведение к бою вроде бы было нормально, но далеко от тела в то же время. Да вы еще быстрее сделайте. Стоп. Вы ни разу... Сделайте так же. А смысл класть пальцы на скобу у вас получается чуть ли не вот так. Если в горяжке на скорости как раз ноготи отстрелятся. Я начну первое. Ваша задача среагировать на медицинскую. В мертвую точку садиться нельзя. Это уязвимое положение. Посмотрите, как начинает сейчас работать. Я смещаюсь по отношению к вам. Первый начинайте. Я работаю от того, что делаете вы. Скорость приведения сейчас уже хорошая, но у вас получается... Посмотрите. Вот сколько сейчас меня? Много объема. А сейчас насколько меньше стало? Почему вы вот так вот стоите? То есть есть такое понятие запирание страха. А вы его не делаете. А представьте, что на вас сейчас еще навешан бронежилет. Мы же эти тоже поправки должны учитывать. Сейчас мы в отличных условиях находимся. Никто из нас не устал, правильно? Под глаза не застевает. Вот попробуйте. В металлической шапке, да? Там даже под не утрешь. Все льется вот сюда. Давайте еще одно положение поработаем. Вот это. И товарищ, видите, все время опускает глаза и ищет цель. Это вот... Повторяй, вот этот момент. И еще одно. Не сосредотачивайте свое внимание только на вот этот объект, на цель. Вы должны видеть одинаково, одинаково все вокруг себя. Это вот тоже самое. Ситуация может произойти так, что за вами могут стоять те люди, в которых попадать не обязательно. Понимаете? И поэтому надо вот именно контролировать ситуацию. Но человек, который начал стрелять, он в какое-то особенное состояние падает. Заметьте, новички как на рубеже. Крепну команду огонь. Он вместо того, что стреляет, сначала испугается со страшной силой. Начинает пистолет, так лихорадышей где-то выискивает. Но как что-нибудь отмочит? Так, сейчас. Давайте вот это положение. Потому что сейчас вам все положения просто расскажу, какие есть, да? И каждый попробует потом. Потом обратим небольшое внимание на разборку-сборку оружия. Так, сейчас давайте. Вы начинаете первый. Тут не надо никого побеждать. Тут просто, да, мы тут не соревнуемся, а как бы обмениваемся информацией. Соревнаться в другом месте. Вот. А посмотрите внимательно. Стоп, вы замрите на секундочку. Вот, вот это движение, еще раз объясняю. Локоть, если расстояние больше 4 метров, вот такое, да, должен быть выпрямлен. Но, вот видите, как работает? Но, я же могу убрать его до суда, до суда, понимаете? А вы сразу отсюда стреляете. Выстрел не контролируем отсюда по ворудшему. Еще раз давайте. Посмотрите, у меня идет волна. Вот, я раз, обстал. Вот этот палец, для чего у меня здесь? Я никогда сюда пальцы на скобу не кладу. Почему? На скорости не получится. Или я положу на скорость и у меня будет как бы оружие чуть-чуть гулять. Вот этот палец, мне для чего? Почему он здесь у меня находится? Нет. Это не для этого. Будьте внимательны. Особенно, у меня есть товарищ, который в момент этого ранили вот сюда. И мне вот эти пальцы просто отказали. Ну, так как оружие держалось двумя руками. Это резервный палец у меня. Вот. Я им тоже могу на спуск нажимать. Понимаете? То есть, я начал работать. Раз. То есть, этот палец тоже может работать. А когда вы нахлобучите вот эти все пальцы вот сюда, у вас резерва не будет. Понимаете? По происходу от ранения в руку, человек может оружие выронить. Я же не со всей дури держу оружие вот этой рукой, а чуть-чуть только поддерживаю. Но если я сейчас расслаблю вот эту руку, а эту чуть-чуть сожму, все. Я оружие четко держу. Его же не надо со всей силой нажать. Еще раз давайте это положение. И по команде огонь. Опять вы встали в такое положение. Я пока никуда не отбегаю, никуда. Да. Вот именно. Получается, что вы встали в мертвую точку. Вот давайте небольшую такую тему поднимем. Что такое стрельба в движении? Я прихожу к человеку в тир, он говорит, мы стреляем в движении. Только в движении. Я смотрю, как они работают. Он ворол на рубеж, прибежал на рубеж, остановился, достал пистолет. Раз, два, три. Называется в движении. Нет. В движении это когда я перемещаюсь непосредственно, понимаете, совмещаю шаг и выстрел, вот я начинаю работать. Раз, раз. Понимаете? Вот это считается в движении. А не так, что сначала прибежал на рубеж, там замер, начинаешь оттуда стрелять. Хорошо. Давайте сейчас коснемся еще маленькой такой темки. Разборки, сборки. Магазин, рукоять. Начали. Полный скорость. Долго. Еще раз. Я первый начинаю, вы меня догоняете. Не добили? Добили, да? Все нормально. Не глядя. Никогда магазин со всей силы туда не забивается. Почему? Вот, обратите внимание, кто делает вот так вот. У него вот эта рука отходит куда? Да, оттуда. А мне она здесь нужна рядышком. Смотрите. Понятно? На затворную задержку. Ну да, тут есть. Так, это без патруны. Не, не таим, не арпаим. Хорошо. Теперь сброс магазина. Ронять не будем. Не, Просто поставьте на затворную задержку и больше ничего не делаем. Только скидывание магазина. На пол не ронять. Я делаю песок. Быстрое доставание. Не пугать. Все? у нас тут много потроу. То есть, я вопрос, если есть, то вы... И стоп. Зачем? Быстрое доставание. Видите? То есть, надо все делать дешево. Хорошо. Разборка, сборка пистолета. Бывают случаи, да? Переклинивое оружие. Бывает. Из-за чего это бывает? Она не до сып пороха получается. Ну, по всяким разным причинам. Плохо почистили. Что-то с туалета в патроннике осталось. Давайте так. Без проверки патронника разбирайте пистолет на весу. И собирайте быстро только. На полной скорости. Кружу мы снимаем. Одеваем. И собираем. Могнее. Ну, ну, естественно, по рону, там, 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 там. Могнее. Вот. Вот. Сейчас. А, да. А, что было? Что было? Еще порядка. Ну, То есть, стола с собой не будет, надо стараться работать на весу. Вот так, вот. Значит, надо просто такое движение сделать. Поднимаем. Вот так. Пускай он вес-предоохранителя будет. Затвором что-то там сделать. Затвором что-то там сделать. Значит, принцип одевания. Тут еще пружина, видите, так бывает. Бывает. Посмотрите, особенность одевания затвора. Пистолет. Многие начинают, и у них у них... Бывает же такое, когда почистим, еще раз-раз какие-то два лишних движения получаются. То есть, надо работать. Одним движением. Понятно, да? Ну, там стоит длиннее. И сразу его возможности. Вот все. Уже лишнее движение. Уже лишнее движение. Прохновой затвор. И все это в комплексе. Иногда, когда затвор не одевается... Японская мать, это тоже. Перемещаюсь. Второй уровень, это когда я начал работать, и сел. Вот попробуйте сейчас вот на травочке, на коленочку подсесть. То же самое. Магазин вытащили? Карманом. Сами. Стоп. Приставки массы бронежилета, металлической шапки, автомата. Вот начинайте вставать потихоньку. Вот эти 16 килограмм вас так в этом месте замедлят, да? Почему? Во-первых, вы сели, не разгрузили всю разгрузку. Нагрузку точнее. Вот посмотрите. Сколько вас сейчас? Много. А сейчас сколько стало? Я всю массу кладу полностью на это колено. Колено выдерживает очень много. Спина при этом у меня прямая. И я никогда не встаю ногами. Я встаю тазом. Вот попробуйте сейчас вот мне на плечи руки положить. Если я начну сильнее. Видите? Я встать не могу. А теперь. Видите? У меня что встает? Таз. Только таз может поднять меня на скорости. И я не только встаю, я еще могу смещаться. Если вы сейчас будете вставать вверх, вертикально, вы не встанете. Видите? А вот сейчас встали. Чуть-чуть он тазом дал назад. И сразу человек встал. Ну пока мы до второго уровня. И там, то есть, существует очень много всяких упражнений, да? Сейчас оружие в руке. Стоит. Потому что у нас сейчас вот то положение, когда оружие в руке, но к бою не приведено. Вот мы подошли к адресу и как бы решаем дальнейшую задачу. На предохранитель палец не класть. А почему у вас пистолет? Вот он под 45 должен быть здесь. Сейчас, Юрий Олегович. Сейчас вы как раз подсогрелись маленько, да? Удобно? На полной скорости приводите к бою, и сразу начинаете стрелять. Вот у вас все хорошо. Опять вы ткнулись в верхнюю точку. При этом руку не до конца выпрямили. Нижнее положение. Это вот, смотрите, у нас основные 5 положений оружия. Это 1 положение, 2 положения, 3 положения, 4 положения, 5. Все, ну там остальные вариации, не надо работать. Сейчас нижнее положение, можете даже палец положить на предохранитель. От команды огонь. Опять вы как бы сместились, но маленько не в ту плоскость. И посмотрите, здесь у меня очень короткий путь. В принципе, посмотрите, варианты приведения к бою. Все, сейчас смотрим на меня. Посмотрите, я как работаю. Раз, вариант. Два, вариант. Три, вариант. И когда передо мной какие-то препятствия, которые мне не дают работать, не ставьте, не ставьте никогда ноги на одну линию. Попадание одну, сразу вторая пробивается. Нога ставится вот сюда, а вы ее пытаетесь загнать за ту ногу. Тем самым, вот встаньте, сейчас вас качнем разом. Да. Огонь! Вытяните. Страшно. Человек должен под оружие прятаться. Они вот так стоят, чтобы голова торчало. Руку управляйте. Вот бронежалет. Вот 45 градусов, чтобы прикашет с него шел. Долго тренируетесь? Ничего себе. Следующего давайте. У нас нет патроники. Посмотрите, как работает. Я как бы чуть-чуть таз, и видите, где оружие провожу. Тогда оно меня не заденет. А не так, что раз там, вот так вот упорем. Следующий. Попробуйте еще такой вариант. Крытый вариант. Посмотрите. Опа! Поправку не дали на куртку. А теперь куртку расстегните. Да. Курту расстегните. Все нормально, понятно. Понятно. Вы знаете, почему у вас не получилось? Потому что вы пытались оружие вытянуть из-под одежды. Вы к бою там прямо его приводите. Понятно. Пистолет еще далеко от этого полет. Хорошо, все, куртку распахните. Я вам сейчас покажу еще один. Все, оружие туда. Вы сейчас вот так вот сделаете. Вот этой рукой. Возьмите здесь вот. Куртку поднимите. Все, берите его. Понятно? Мало. Мало. Мало, мало. Это она расстегнута. А если застегнута? Она расстегнута. То есть варианты разные. Когда одежда расстегнута и застегнута, все по-другому работает. Это тоже нормально, но вы волной не работаете. Вы как бы тазом должны из-под одежды вылезти. Понятно? А вы не делаете. Вы раз что-то махнули рукой, рукой туда полезли. Просто здесь был бы пиджак, я по-другому уже показал. Не надо, не надо. Вы потяните вот эту куртку, возьмите вот здесь вот Резко дерните ее. Вот сюда. Вот. Тогда у вас полностью место, чтобы куда руку положить будет. Это сильно. Раз так еще и крикнули. Раз. Нафугались там напротив. Усталось за пистолетом. Вот здесь вот оружие к бою не приводите. Потому что вас здесь его выше будут. Вот смотрите. Вот сейчас близкое расстояние работаем. Да? У меня пистолет есть, но к бою не приведен. Значит, как с ним стрелять в такое расстояние? Да. Вот смотрите. Если вы вот сюда его выведите и начнете, человек может просто пнуть и выбить оружие. А если он у меня здесь, вы меня уже не пьете. Почему наткнетесь на ствол? И оп вот сюда. Понятно? Вот он. Короткое движение. Еще раз объясняю. У вас сильная длина получается. Почему? Посмотрите. И начинаете пистолет нашаривать. Почему я туда нашариваю? Пистолет сюда должен смотреть не вам ноги, а противника. Вопрос на засыпочку. А почему вы не можете уменьшить? Вы делаете движение рукой вперед. А не отсюда. Не с этого положения. В смысле стреляю? Вы время теряете. Я почему? Просто он плохо слышит. Щелочки, смотрите. Но опять же вы делаете движение вперед. Это второй выстрел уже. Послушайте внимательно. Щелочки я. Здесь уже второй пойдет. То есть это не надо. Если мы сейчас покажем, кто это не пробовал, да? Просто получится. Конечно, естественно, я сразу могу отсюда работать. Но тут еще одна такая особенность. Посмотрите внимательно. Если вы здесь нажмете сейчас, то значит пальцем получите затвором по пальцам. А потом вы на это сейчас смотрите. Вот вообще конкретное расстояние. И как бы вы меня уже почти схватили. Видите, получается что? Видите? Вот эту руку надо беречь. В основном. Видите, как ее? Я обкатываю под тело. Видите? А то получится вот так. Дерк, бам. И все. Еще и в кисть попадете все. Не стреляли это ни разу? Да. Ну вы вот так стреляли, да? А короткую работу не стреляли. Пистолетник. Да. Но оно видно, потому что... Встречали? Да. Встречали? Да. Да. Сибирский. Да. 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 Да.